Это чужие. Мы чужие, чуждые, непонятные, но почему они так себя ведут, почему они не любят то, что мы любим и так далее. Чего говорить? Соседи ужиться не могут, а то народы, понимаете, с разными языками, с разными единиями. И языки это отразили. Ну и, конечно, в основном я пример буду приводить из английского языка, который все равно все знают, потому что он стал языком международного общения первым, номер один. Я всегда говорю, оправдываясь в аудиториях, перед аудиториями, что это объективная историческая истина, по объективной исторической причине, что это было не по блату, не по знакомству, а так сложилась история, что сначала с 15 века Британская империя, захватив полмира, вот это чудо какое-то, я не могу обходить, как маленький островок. Если будет большой глобус, то Англия это просто точка, вот Великобритания, так называемая Великая Британия, крошка, маленький островок. До изобретения моторов паровых, не барыслых судов, а моторных судов, было еще 300 лет. Вот они за эти 300 лет умудрились захватить пол земного шара. И все заговорили по-английски. Все, Африка, Китай, опиумные войны, то-се, 5-е, 10-е, я уж не говорю про ближайших. Ну, понимаете, Америка, наконец, Канада, конечно, там попала, но все равно английский сейчас. А теперь самое главное три империи. Первая империя была британская, которая рухнула в середине 20-го века, и на смену тут же пришла ее бывшая колония англоязычная тоже, которая сейчас держа вот до сих пор. И, конечно, третья империя, самая могущественная, которая пришла в 21-м веке, это империя интернета. Потому что все китайцы, все державшиеся в своих языках и не поддавшиеся британской империи, они все теперь через интернет приобщились к английскому языку. Поэтому английский язык будет присутствовать. Ну, вот в нем, например, слово иностраница, иностранный, foreigner, foreigner, имеет совершенно открытые негативные коннотации. И если один раз я была в его издательстве, в очень крупном британском издательстве, только изобрели эти компьютеры, и они говорят, ну, вот какое вы слово хотите? И я сказала, коротко, и они мне дали 800, сразу, 800 контекстов. И они все были жуткие совершенно, просто все были негативные. У иностранцев стояли бандиты, у иностранцев, у иностранцев, у Васильевских и так далее. Понимаете? Ну, это просто, я хочу сказать, что языки все отражают, и все языки, все нормальные народы любят иностранцев. Ну, Россия, ну, Россию не понять, у нее особенные статьи. Первая особенность, что Россия всегда, то ли из-за своего масштаба гигантского, то ли еще из-за чего-то, это еще надо подумать, на эту тему тоже много. Всегда очень любила иностранцев вообще иностранные языки. До такой степени, что забывала родных. Ну, мы все очень хорошо знаем, что было. Но я все-таки не удержусь. У меня есть хорошие несколько примерчиков. Вот. Из классиков наших. Ну, это не вполне классиков. Вот, вот, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Ну, вы прекрасно помните, что, конечно, я имею в виду, понимаете, что французский язык, как главное средство общения, образованной части верхушки общества, царил в России долго. Хотя, надо сказать, что в 18 веке немецкий язык занимал очень большое место. Не забудьте, что так случилось, что примерно с 18 века все царицы, все ступники наших царей, были немки, не были немки. У меня в семье два доктора наук исторических и три кандидата. Я, одна из кандидаток, имела в качестве темы очень интересную. О культурации немецких принцесс в императорском доме Романовых. Нет, это очень сложная проблема. Понимаете, девочки, их, во-первых, брали только из самых бедных княжеств. Когда я задала вопрос на одной из лекций, почему из самых бедных, сказали, а их гораздо проще было. У них там носить было нечего. Потом они приезжали в Россию, они такое богатство, такая роскошь там засыпали. Шубами и одежками, и драгоценностями роскошными. В общем, с ними было проще, с бедными княжествами. И их надо было. Им надо было научиться носить другую одежду, сменить веру. Все узнать традиции и не учесть язык, хоть как, чтобы общаться. В этом смысле, конечно, нет рамы Екатерине Великой и одна фабрица Великая, в том числе и потому, что она так выучила язык, что писала пьесы, которые я читала, вот, и я не видела никакой разницы с Великой, там, я не знаю, Хадвизин даже. Ну, была разница, но, во всяком случае, она меня поразила. Если бы я не знала, что это пьесы, я подумала, ну, хороший писатель, 18-го века. Вот, так что проблема их оккультации, надо было научиться есть другую пищу, пить другие напитки и так далее, и так далее. Это был сложный процесс, который включал в себя, конечно, как самое трудное изучение нового языка. Ну, французский язык, про него столько сказано, но у меня есть вот такая вот интересная и не совсем избитая некоторые цитаты, которые я очень хочу вам прочитать. Вот, Пушкин, который наше все, и правильно сказал Достоевский, он наше все, был и есть, пробудет, не знаю, но все-таки точно совершенно было и есть. Вот, у него в повисе Белкина есть одна как-то вот мало используемая, мало известная, это Роксина. Я вот ее долго как-то не знала, а потом случайно прочитала и поразилась. Вот, например, что пишет Пушкин, Ольга Секбилкина, в той самой, которая называется Роксина. Вот уже слава Богу от имени героини юной девушки. Лет 30, как бронят нас бедно за то, что мы по-русски не читаем и не умеем, в скобках будто бы, изъясняться на отечественном языке. Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша кажется не старее Ломоносова, ведь чрезвычайно еще ограничена. Мы принуждены все известие и понятие черпать из книг иностранных. Таким образом, и мыслим мы на языке иностранном, по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода. В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Это Пушкин пишет, но устами это говорит юной девушке. Дальше также молодые люди говорили обо всем русском с презрением и равнодушием. Но пришла война с Наполеоном. И те же самые люди в течение двух недель, вот что пишут дальше, мы читаем дальше замечательные этой же самой поиски Пушкина. Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами. Дальше двоеточие и раскрывается эта мысль. Кто высыпал из-под табакерки французский табак и стал нюхать русский? Кто сжег десяток французских брошюрок? Кто отказался от лафита и принялся за кислищи? Все закаялись говорить по-французски. Все закричали о пожарском имении и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни. Саргазм, героя, юмор, все. Вот в нескольких строках. Вот ситуация. Но в какой еще, я не знаю, никакого народа, который бы так искренне, так истинно перешел бы. А вот дальше что? Французский язык, конечно, из года вышел ныне, это еще Пушкин сказал. Но он изменился не русским языком. Это не означало возвращение к русскому языку. И вот что по этому поводу я начитала в рассказе князя Адоевского, Дрова Пушкина. Владимир Федорович Адоевский. Знаете ли вы, милови тестивые государя читатели, что писать книги дело очень трудное? Что из книг труднейшие для сочинителя? Это романы и порости. Что из романов труднейшие те, которые должны писать на русском языке. Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются дравы нынешнего общества. Пропуская тысячи причин этих затруднений, я упомяну о тысячеперках. Это причина, извините, pardon, forgive me. Это причина, наши дамы не говорят по-русски, а читали-то в основном дамы. Читающие слой, это были юные девушки. Не юные девушки уже были у меня как-то читали. Дальше. Сам я говорю по-русски редко. По-французски изъясняюсь почти без ошибок. Хартавлю самым чистым парижским наречием. Словом, я человек порядочный. Я уверяю вас, что стыдно, совестно и бессовестно не говорить по-русски. Знаю я, что французский язык уже начинает выходить из употребления. Но какой нечистый дух! Шепнул вам заменить его не русским, а проклятым английским. Для которого надо бы наломать язык, стискивать зубы и выставлять нижнюю часть вперед. А с этой необходимостью прощай хорошенький ротик с розовыми свежими славянскими губками. Лучше бы его не было. Имеется вдоль близкий. Вот, мне кажется, никаких лекций не надо. Вот хорошая цитата из классика. Ну, Адловский не Пушкин, но, на всяком случае, хорошо известен. Эта рассказка не знаю, не менее, особенно, мне кажется, известен. Это, так сказать, прям главное, первое, что я хотела бы сказать, традиционное. Повышенный интерес ко всему иностранному. В советское время, тут я говорю на всяких цитатах, потому что я сама живой свидетель и продукт этого времени. Свои первые 50 лет я прожила в Советском Союзе. При этом я была отличница в школе, в университете. И верила, исполняла все, что мне говорили. Совершенно, кстати, об этом не жалею. Ничего плохого меня там не научили никогда. И когда сейчас уже валят все подряд, мы не будем пойматься в эти вопросы. Но что касается Советского Союза, интересно, что когда был железный занавес, а это как раз мое время, и когда всякое общение с иностранцами было просто, во-первых, запрещено, а во-вторых, опасно. И я могу вас извлекать случаями собственной жизни, немногими. Я ничего не нарушала. Иногда я делала то, что, ну, как отличница. Но когда я делала то, что мне велели, оказывалось, что это было делать все равно нельзя, то у меня были ситуации, если раз будет время, я даже вам могу рассказать, как меня один раз пытались завербовать вот туда надо, прямо в Московском университете, в кабинете ректора. Но тогда это было в старом здании, был еще второй пункт. И это был не ректор. Вообще никто не университетский. Так вот, это действительно в это время, только потому, что запрет не плот слабый, но особенно было интересно. И я знаю, помню, как я знала людей, которые ночью пытались, глушили все радиостанции, но ночью иногда можно было что-то услышать. И мои люди, которых я хорошо знала, старше меня намного, они ночами сидели, пытались что-то уловить, что там происходит, было интересно и так далее. Конечно, и тогда все иностранцы, которые попадали и были, так сказать, разрешены, они были как полубоги, понимаете. А уж когда к этому приходили преподаватели, которые проникали, в этом смысле немцам было хорошо. Была ГДР, и они ездили туда и так далее. А вот все остальные европейские языки, они были то, что называется, не в почете. Но все-таки, какие же все-таки национальные особенности, кроме этой удивительной? Это вообще отдельная тема. Я бы хотела поговорить, почему. Но сейчас уже не буду, значит, я хочу хотя бы обозначить остальные национальные особенности, типичные именно для нашей системы образования, для нашего системы изучения языка, преподавания и изучения. Первое, что у нас есть, я бы сказала, восточная традиция, потому что вот Китай, который мне теперь тоже близко познакомился. Так сложилась моя жизнь, что когда мне стало очень плохо и неуютно, неожиданно вышел в Китай в меня и сказала, приезжайте к нам. Мы вас видели на конференциях русского как иностранного. Тоже интересная тема. Вот русский как иностранный, все проблемы, я им все время объясняю их, заключается в том, что там сидят только преподаватели, большинство абсолютно, кроме прекрасных исключений, русского языка. Это я поняла всю проблему русского как иностранного на наших носителях языка. Вот к нам приезжают носители, а наши носители русского языка, они туда идут. И когда я там начала появляться, то были такие голоса, которые говорили, а что тут Турминасово делать? Ну, вообще германист, английст, какой русский как иностранный? Я говорила, а вы вот все забываете, что вы занимаетесь не русским языком, а русским как иностранным. 90% так же как носители наши не знают других иностранных языков. Понимаете? Они едут продавать свой родной язык, не зная иностранных языков. И главное, не зная методики преподавания иностранного языка, не зная, что трудно и психологически, и грамматически, и так далее, и так далее. В этом великая ошибка. И я в конце концов сделала себе карьеру в РКИ, русском как иностранном, с того, что начала вот это все говорить. Когда мне говорили, а что тут вот, в общем, крутитесь? Я говорю, ну вы, вы подаете свой родной язык как иностранный. А я поняла это по нашим носителям языка, которые к нам приезжали, и всегда какие-то кто хромые, кто какие-то вот такие не вполне физические, так сказать, полноценные, но зато они их здесь принимали как богов и полубогов, потому что они были носителями языка, они все знали и так далее. Это логическое сопротивление, продолжающая тему, предшествующую. Вот это вот повышенный интерес по всему иностранному, но для этого есть много причин, в том числе географических наших. Но я просто нельзя все объять необъятное, у меня не так много времени. Значит, восточная традиция, которую я еще увидела усиленно в Китае, даже просто в изобразительном искусстве, заключается в том, что у нас традиционно между учителем и учеником огромная дистанция. Вот учитель должен быть, и он себя воспринимает так, и особенно его воспринимают так ученики, и еще хуже их родители, еще больше воспринимают их родители. То есть это должен быть абсолютный всезонарь. То есть это бог, он должен быть пик, строг и так далее. Вот я к чему говорю в изобразительном искусстве. В Китае, конечно, главный царь и бог – это Конфутина. Вполне заслуженный. Если половина того, что ему приписано, так сказать, сказал он, этого вполне достаточно. Очень мудрый человек. Но изображается он всегда огромным таким великаном, а около моих ног, на коленях, крошечный ученик, который уткнулся в головой пол, и сидит, вот вам изображение. Понимаете, великий учитель и ничтожный ученик, царь и раб и так далее. А вы знаете, я не буду говорить о других дисциплирах, но иностранный язык, мне кажется, самый страшный и трудный из предметов. Он страшный именно потому, что он другой, чужой и чуждый. Потому что они смотрят на наш мир и видят его совершенно другими глазами. И хотят, чтобы мы также его увидели. А это очень трудно. Это войти вот в этот страшный джунгль, где вот за каждым кустом сидит там ядовитая змея или тигр, и у тебя вот есть проводник учителя. И если этот проводник еще при этом на тебя кричит, тебя пугает, говорит или просто ставит дуа. Вот я вам скажу, не удержусь, в случае собственной биографии. Я поступила на первый курс филологического филологии. Сбылась мечта просто глупая. Я сидела счастливая и счастливая для первой контроли по английскому языку. У меня у нас тогда спецшколы не было вообще. Простая школа, какая-то была там честная пятерка, но ясно было, что это было далеко от совершенно. И вот я со своей соседкой сижу. Не то она у меня попросила ручку, не то я у нее ластик. Я не знаю, что. Что-то мы сказали другим. На нас кошено налетела наша преподавательница, соседка для английского языка и лимонического факультета. Вырвала наши две работы, поставила две жирные галки красным и сказала, все, вы разговаривали, вы больше трех не получите. Вы знаете, у меня в душе что-то оборвалось. Я подумала, это я вот сюда рвалась. И это я теперь не получу больше трех. Я спросила там, я отдала ей ластик. И за это меня даже слушать не хотела. Вы знаете, у меня все рухнуло. И желание изучать, и желание быть на английской кафедре. И вообще я живу с профессией. Вот я это очень хорошо помню. И это у меня осталось на душе. Вот эта вот история с красными галками. Это мелочь. А вы же понимаете, как? Есть еще третья сила, учитель-ученик, есть еще родители. Есть еще родители, которые наказывают за двойку. И если в высшем образовании у тебя снимаются стипендии, тебя отчисляют. То есть вся система направлена на то, чтобы очень строго взять, просить сын, чакры, частного раба, ученика. Я немножко утрирую, но я говорю, что традиция такая и есть. У меня есть очень много примеров. И в том числе из глубинки. Я очень много езжу по стране, и с удовольствием это делаю. И сейчас очень жалею, что болезни очень много пропустят. И еще пропущу. Но, хотя мои дети, часто-то и все, ты больше не туда едешь, ты вообще сидел. Ну, слава богу, я все еще старше. Я хочу сказать, что вот оттуда приходят жуткие священные истории. Жуткие. Меня не буду вас пугать, просто у нас есть эта традиция. Когда я попала в 73-м году, это отдельная история, очень интересная и смешная. Я потом могу вам рассказать когда-нибудь, не сегодня уж точно. Когда я хотела, хотела, мечтала, мечтала, оформлялась что-то там семь раз или шесть раз и не могла пройти. А когда наступил седьмой раз и я не хотела и не могла ехать, вот тут-то меня и отправили рыдающую на 10 месяцев стажировку в Лондонской области. Когда я туда попала, первое, что меня поразило, что у них всего две отметки. Ну, их одна отметка была в год. А вторая никогда не угадывайте. Даже не по-твоему. То сынка баттет. А думайте об этом. Написали полную чушь. Говорят, я-то продув другой системы. Ну, ох, он сейчас ему даст мне трудовать. Ну, стоит, там иностранный студент что-то там лепечет полную чушь. А тот ходит-ходит и говорит м-м-м-м-м думала, ну, сейчас этого он говорит interest Ну, совсем больно. А вы технишь ту сынка баттетля. Подумайте. Между прочим, Великие люди. Вот, я вам так скажу. Преподавание языков – это особый совершенно жанр. Язык – это самый страшный предмет. Ему нет конца, он беспрерывно меняется, он чужой и чужой. Поэтому можно только добру и терпению, и хорошим отношением. И не надо бояться собственных ошибок. Я всегда цитирую, могу вас сейчас сразу вооружить. Я сразу клянил на первые же лекции по фонетике для иностранных студентов. Читал лекции доктора МакКоннера, а его лингофонный курс был первым и единственным, который попал в Советский Союз, когда я уже давно преподавала. И мы его как… Нет, я была еще студенткой. Потому что я всегда говорила, как вечерняя утренняя молитва. Мы заучили лингофонный курс доктора МакКоннера. И как я думала, что он классен, и он должен был давно быть мертвым. Когда я встретила молодого интересного человека, он представился как доктора Кодера, я даже не поняла, что он может быть автором. Так вот, у меня тоже был совершенно не классен. И потом я долго ему не верила. Так вот, я запомнила навсегда, и вооружилась, и вас вооружаю. Такой замечательный фраз. Он сказал. Знаете, химия, она убивает не только плохое. Она убивает много нужного. Не скажу, всегда хорошего, но нужного точно. There is nothing more suspicious than a foreigner who speaks your language the way you do. Который на английском, который думает на твоем языке, как ты. И это правда. Я за жизнь встретила двух человек, которые говорили по-русски, англоязычных человек, как я. Я до сих пор не верю. Не знаю, они должны быть либо ашпионами, либо англичанами. А родители? Родители. Сейчас другие времена, но тогда это точно было правильно. И сейчас тоже подозрительно. Вот все равно родители, если они там живут, да. А если они тут, то уже, извините, так вот, как там не получится ничего. Я вам советую. Я теперь, когда в англоязычной аудитории выступаю, я всегда говорю, вот нет ничего подозрительнее, чем у нас странец, который говорит по-русски, как вы. Но это не я. Я сейчас подозрительно. Потому что я с удовольствием буду делать ошибки. А когда глупые студенты приходят ко мне и говорят, ну, особенно, когда я была деканом, говорят, а вот, вы знаете, вот эту преподавательницу вы от нас уберите, потому что она делает ошибки. Она сказала вот такое-то слово, вот так. Я им говорила всегда одно и то же. Я говорю, так, идите домой. Откройте словарь Ожикова. Он самый простой. Закройте правую половину. И посчитайте, сколько русских слов вы не знаете. Или совсем, или думаете, что они означают что-нибудь другое. Только честно. Вы знаете, очень хорошо действовали. Кстати, я знаю, что в Воронежском университете сделали такой опыт со студентами, которые готовились стать преподавателями русского языка. Ну, что они там понаписали, им дали слова и сказали русские. И по-русски же их надо было определить. Это что-то фантастическое. Значит, строгость убивает. А в нашем случае, в случае иностранных языков, она вообще преступна. Потому что она запугивает человека. Человек вешает на себе, я не способен к языкам. Родители, если они добрые, говорят, ну, бедная девочка, бедный мальчик, он не способен к языкам. Если они не хуже гораздо, не такие добрые, то они начинают наказывать там, или тратить денег. Знаете, вот, а на самом деле, у меня очень много примеров, я не могу их на вас верить. Потому что, когда я читаю лекции или говорю об этом с коллегами, я говорю, если есть у кого-то какие-то материалы, присылайте. У меня тонны, я сейчас не знаю, что делать с этим. Я собираюсь, вот опять же, во всем надо искать хорошие. Вот я заболела, и я вот эту семью струж точно ничего не буду делать, а следующее буду, конечно, как бы это, если вообще ничего не произойдет, потому что у меня все равно не дают, делают анализы, если там что-нибудь вылезет, то вот. Но как бы то ни было, может быть, у меня будет возможность вот это все, наконец, успокоиться, перестать прекратить безумный век, так сказать, и переработать, и написать что-то, и дать, понимаете? Потому что это удивительно, в том числе, очень много жалоб на директоров школ, особенно в провинции глубокой и так далее. Но главное, что вот я по этому поводу, у меня есть целая большая группа статей, которые я называла «Кто виноват, а что делать?». «Кто виноват, а что виноват, и что делать?». Вот что делать? Я тогда изобрела, в кавычках, такой метод, способ, что единственное, что может спасти, это любовь. Две любви. Любовь к предмету, любых к человеку. Вот если это есть, то вы обязательно научите, а главное не отформировать, главное не погасить факел. Понимаете, можно либо угасить факелы, либо наполнять сосуды. Если погасить факел, сосуд уже никто не наполнит, и только вы. Ну и я это писала, печатала, говорила. А потом у меня еще есть видеокурс бесплатный, университетский, который слышит какие-то там тысячи людей, самых разных. Последний, кто бы написал, какой-то Игорь, водитель троллейбуса. Вот и первый раз, чтобы водитель троллейбуса стал курс поднижку этого коммуникации. Может, кто-то нарочно написал, что водитель, не знаю. Но оттуда пришло письмо от Светланы Шевченко, больше ничего про нее не знаю. Которая написала, вот очень хорошая формула, но это сказал Лев Николаевич Толстой. Ну, Толстой все сказал, понимаете. Я написала, пришлите мне цитаты. Она мне тут же прислала. Единственное, что меня раскутетешило, это то, что я говорила в одном предложении, пятью словами. А у него длинный абзац. Потому что он сказал, если учитель знает хорошо свой предмет и свое дело, и любит свое дело, это хороший учитель. Если учитель любит своего ученика, хотя и не прочел столько книг и не знает так хорошо свой предмет, это тоже хороший учитель. А учитель, который любит и свой предмет ученика, это совершенный учитель. Я сначала расстроилась, потом утешила себя, что у него длинно, а потом подумала еще больше, утешила себя, что в конце концов совпасть с гением, мыслям, тоже не так уж страшно. Я теперь опасаюсь писать коротко. Писать Толстого принципиально не хочу, поэтому только могу с густой речи сказать. Я шучу, конечно, частично, но не вполне. Так вот, тут очень много причин, я не буду, на самом деле это большая тема. У нас она усилена еще, знаете, чем конфликты культуры, потому что в своей массе учителя все еще созданы другим режимом, другой стороной. Они не все получили образование в СССР, нас учили вот так, как строго и командным способом, понимаете. И все остальное, ничего я вам буду говорить. Многие из вас застали хвостиком это время и так далее. И поэтому идет конфликт культуры, а наши ученики, которые уже родились в эпоху интернета, да, боже мой, это совершенно другой народ. Могут их не понять, совершенно в общем не изменить, верить в их трудно, но приходится, понимаете, да. Ну, в общем, это тут много причин, и, собственно, российских, и общих таких. Но в нашей стране все не так, потому что у нас был один режим, потом он в рекордный срок рухнул и заменился не другим, а прямо противоположным. Понимаете, мы сожгли все, чему поклонялись, поклонялись всему, чтобы сжигали и продолжаем поклоняться все больше. Так что вот это вот точно совершенно наша такая традиционная. Да, что делать, еще такая вот важная вещь, знаете, нужно, конечно, улучшить положение учитель. Знаете, я, когда пишу про нас, я всегда говорю, потому что мы все перегружены и недоплачены. У нас какие-то рекордно низкие ставки и рекордно высокая нагрузка. Именно у преподавателей сходов. Хотя это очень трудно и сложный тренировок. Более, ну нет, наверное, все трудно, конечно, если глубоко изучать. Но, во всяком случае, у нас есть еще психологические барьеры, очень страшные. Это отдельная тема. Я с удовольствием с вами приду поговорить про психологический барьер и про то, как его преодолевать. Это тоже, только вот добром. И у меня очень много примеров. И у плохих, и очень хороших. Когда доброта спасала человека, а строгость его убивала, отвращала. Сейчас я посмотрю, что там у меня еще какие у меня там еще. Да, строгость, строгость. Да. Вот про получит положение, недооплаченные и перегруженные. Ну, надо сказать, что опять же Пушкин, ну, есть такие не очень известные стихи тоже. И высказывания. Он написал школу. Вот не лицея, а до этого была школа. И там тоже потрясающие слова совершенно, которые мало кто подослышал. У меня была Болдина. Я купила книжку, где было просто собрано все, что он написал Болдин. В том числе неоконченные вещи и так далее. В начале жизни, в школу помню я, там нас, детей обеспеченных, было много. Неровная и резвая семья. Дальше идет портрет учительцы. Смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена над школой надзор хранила строго. Недоплаченная, одетая у Бога, смиренная, знает свое место в обществе, но видом величавая уважение к учителю и строгость. Понимаете? Надзор хранила строго. Вот опять, в четырех малоизвестных строчках такой портрет, да, учителя школы. Я понимаю, там учились пушки, курчуки, которые были хорошо одеты и так далее. Но строгость была везде, и розги, и строгости, физические наказания и так далее. Дальше у меня идет... Знаете, я, наверное, сейчас на этом остановлюсь, потому что мы уже хотели не очень долго, может быть, были какие-то вопросы. Тут у меня много, ну что, надо осознать и решить культуру между российским учителем и учеником, вызванные резким переломом клада образа жизни, системы ценностей, это правда. Перестроить коленному образу отношения между учителем и учеником, и так далее. Не откупить шедневной строгости, и так далее. Научиться любить и жалеть. Ну, если я, в общем, уже все сказала. У меня даже есть, как называется, цитатка из Толстого, но я оставалась сами с нами. Поэтому, если есть вопросы или комментарии, то, да, правильно? Светлана Григорьевна, мы... Я хочу сказать, что, ну, конечно, мы ждали, на самом деле, мы давно уже ждали, и мы понимали, что будет очень здорово, что будет прекрасно. Но, по-моему, просто мы вознаграждены за наши ожидания. Это было... Мы получили все колоссальное удовольствие, с одной стороны. С другой стороны, это было невероятно полезно. Вот. Я так понимаю, что это еще не опубликовано. Я думаю, что каждое издательство, каждый журнал почтет за честь опубликовать этот текст. Вообще, это манифест, на самом деле, да, преподавателя иностранного языка, который нужно, где бы он ни был опубликован, надо просто вот, чтобы на кафедре, как раньше, какие-то там вот висели, там, правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, вот этот манифест преподавателя иностранного языка должен висеть вот на каждой стене кафедры, и начинающим преподавателям, так же, как правило, техники безопасности, надо давать читать вот этот текст, чтобы он расписался, что он ознакомлен с тем, как надо работать, как надо преподавать иностранный язык. Сколько в нем терялось, сколько драк, сколько трагедий. Так, коллеги, есть ли вопросы? Ну, у нас еще, Светлана говорит, у нас еще неформальная часть, поэтому, может быть, там в частном порядке, но я забыла еще одну вещь на самом деле, потому что у нас еще в плане сегодняшнего заседания было еще выступление, вот я выступала, как нынешний выступал руководству факультета, выступали коллеги с других кафедров, но еще предусмотрено выступление от кафедры, от той кафедры, которую возглавляла тысячу лет Светлана Григорьевна. Ирина Петровна Ясненко выступит от кафедры, заведующей которой была Светлана Григорьевна. Сражел. Дорогая, любимая Светлана Григорьевна, я пока вела вас сюда, я признавалась ей в любви, всю дорогу, и я не перестану вам признаваться в любви. Светлана Григорьевна, посмотрите на кафедру, она на две трети молодая, и это хорошо. Конечно, хорошо, это новые влияния, вливания, но это всегда хорошо, когда молодые люди приходят на кафедру, но они знают вас как ученого, они вас читают, они вас слушают, они цитируют. Но та треть, которая осталась и работала под вашим руководством, в первую очередь, я думаю, что я уверена в этом, в первую очередь, она вас безумно, беззаветно, искренне любит. Мы поздравляем вас с юбилеем, желаем, конечно, здоровья, и очень хотим, чтобы нашу любовь, наше тепло вы чувствовали всегда, но когда эта шаль будет касаться ваших плеч, вы будете знать, что это ваша кафедра. АПЛОДИСМЕНТЫ А меня кто-нибудь снял вот в этой шальке? Да, обязательно. Знаете почему? Мне и шапочку, и шаль прислал к юбилею Томский государственный университет вместе с медалью Менделеева, а это у них высшие награды за научные достижения, потому что я сказала им, причем я и Менделеев, а мне сказали, вы что это? И я хотела им отправить, чтобы вот я пришла на такое важное событие, в этой шапочке, которая мне очень нравится, но невозможно оторвать. Мне кажется, она не приколота, а вот прям как-то не пришит, а приклеит. Она освежает. Ну вот я... Это водно. Поэтому, наверное, это вообще мечта, даже Оренбургская шапка. Ручная работа. Спасибо вам большое за такие хорошие... Светлана Григорьевна, еще один момент. Коллеги, дорогие, мы хотели запечатлеть вот сегодняшнее событие, поэтому мы даже так стол отодвинули. Дорогие коллеги, давайте мы теперь вот окружим Светлану Григорьевну и сфотографируем. Можно я перед этим... Коллеги, давайте, давайте. Свою подарок. Стофотографируем. Хорошо, хорошо, хорошо. Ваше слово, как вы скажете, так мы их делаем. Ну давайте, давайте. Вот это лично вам. Спасибо. Спасибо. Воспоминания ваши. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Своего динозавра, записьки динозавра. Следующая книжка, которая уже почти готова, я уже написала, и описывает факты, так и все дальше. Тут только филологически. Она будет называться, наверное, «От динозавра до наших дней», чтобы как-то связать с первым и так далее. Но поскольку исторический факультет не только меня не открыл новый мир, но еще и дал образование моим детям, которые очень меня радуют. Вот. И Анна, рожденная Фатющенко, давно уже по-русски, уже бабушка, я, соответственно, про бабушку, она пишет бесплатно свои научные трубы. Но, в числе прочего, пять лет назад у меня был юбилей тройной. Мне было 75 лет, 50 лет работы в МГУ и 25 лет факультетом. Но я только в то время узнала, что юбилей – это только кратные 25. Когда я думала, ой, 50, 25, как интересно, а что такое юбилей? Я открыла Даля. А там сказано, что все остальное круглые даты. Но все равно, говорим, что у страны были юбилеи и 80. По Далю – это круглые даты. Ну, неважно. А то, что у меня был тройной юбилей, и так сложилось с боем в тот момент жизни, что он был необычен. И мои дети сделали мне вот такие царские подарки. Вот я вам хочу подарить вот такую вот книжку, которая называется «Съездомная история моей семьи», которую написала заслуженный профессор УГУ, доктор исторических наук Павловская Анна Валентиновна. Это история семьи и его мужа, и моя, и потом наша вместе. Ну, сначала предки, она написана историком. У меня сейчас в голове какая-то каша после книги. Я не могу вспомнить, я очень хорошо его знаю. Директор Института истории РАН в Российской Академии Науки. Чубарьян. Нет, не правильно. Сальвенский академий. Чубарьян. Чубарьян. Он не директор, по-моему. Чубарьян. Нет, не правильно. Чубарьян, да? Игла мне очень хорошо знаю. Просто у меня в голове химия. Он сказал про эту книжку, что, знаете, Аня, что я... Вот. Ну, я вот хочу, чтобы вы познакомились поближе с моей семьей через Аню книжку. Это моя книжка. Мне их мало, поэтому я даю вот одну на кафедру. Это книжка стихов моего мужа, которую мы издали посмертно. Вот. И это... Вот я хочу сказать, что когда наш факультет переехал, вот только что, в новый корпус, то там осталась новая книга. Я хочу сказать, что вот англио-англичане и England and English, это же книжка на английском языке, а их у меня много. Если вам нужно для учебного процесса, пожалуйста, скажите сколько. А еще вы лучше пришлите и можете взять для всех здесь присутствующих. Особенно английского много. А русский тоже. И я всем советую сразу прочитать, чтобы вам было весело. Вот на странице 85, я заложу на нее. 85. Без всякого спроса, по-родственному, моя старшая дочь написала то, что я говорила не для широкой публики, но по-своему это правильно было. Как преодолеть психологический барьер таким типичным русским способом. Очень легко. Главное, что это я на себе испытала. Я заговорила только вот. Но потом я увидала, знаете, у кого Анна говорит. У нее была правда, что с каждой люмкой его английский становился все лучше. И еще вот эта книжка моего сына здесь присутствующего. И еще одна. А это английский. А это еще. Вот это все вам. Спасибо за подарки. Спасибо. Спасибо большое. Если вот некоторые, их много, вот этих много. То есть мы прямо разложим, вообще для фотографий мы прямо разложим. Вот так все красиво. И сфотографируем. А эта книжечка маленькая, как она делала с русскими, как она писала, но она знала, конечно, с ней. Тем, что ее украл мой британский коллега. Издал ее по англии. Ну, она была не введена на англии. На англии. И издал ее по другим названиям, по девичьей фамилии и своей женой. И мы ее случайно обнаружила. Мои коллеги близкие. Сказали, давайте в суд. И попадали в суд. И очень быстро выиграли дело. Потому что она даже не изменила ни одного слова. Под девичьей фамилией и своей женой. У нас сейчас молодая раша. Мы и не ходили. Так что я решила, что ее тоже. Мы тоже имеем историческую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...